Приветствую вас, я хорошо понимаю, что вы чувствуете, понимаю, что вы переживаете за свою дочь, понимаю, что хотите для нее счастья, понимаю, что она встречалась с парнем и после определенных происшествий она изменила свое представление о мире, стала по-другому его средьмир воспринимать, стала, вообще-то говоря, сам иначе смотреть на вещи и, вообще говоря, вы подозреваете то, что она хочет уехать. Я это очень хорошо понимаю. Но видите ли, в чем дело? Проблема заключается в том, что ваша дочь, она, во-первых, находится от вас далеко. Это скорее, знаете как, это скорее просто состояние. То есть вот на данный момент она от вас далеко. И это значит, что поделать вот именно с этим, с тем, что она от вас далеко, вы ничего не можете. То есть вы не можете стать к ней ближе и вы не можете на нее повлиять. Именно в той позиции, что он там физически что-то ей запретить. Но, знаете, если бы вы были к ней ближе, то еще совершенно неизвестно, как бы сложилось, ну сложились точнее, ваше ваше с ней взаимоотношение. Потому что вот то, что вы далеко, можно рассматривать как плюс. Почему? Вы далеко и дочь не ожидает от вас таких серьезных шагов. Вы далеко и ваша дочь думает, что вы ничего не знаете, ни о чем не подозреваете. И, собственно говоря, спокойно делает то, что ей хочется. Используйте, по крайней мере, постарайтесь использовать то, что вы сейчас от нее на расстоянии, себе на путь. Постарайтесь спокойно с ней пообщаться, поговорить, постарайтесь спросить у нее, чем она, например, живет сейчас, а какие у нее интересы, почему она вот так вот резко, например, решила расстаться со своим парнем. Только спокойно это сделайте, аккуратно, чтобы дочь не заподозрила чего-то плохого по отношению к вам. И так вы сможете узнать, чего она хочет, так вы сможете узнать, что ей нужно, так вы сможете узнать, для чего она все это дело делает. По крайней мере, если вы будете с ней общаться, если вы будете проявлять к ней вот это вот внимание, да, если вы не будете на нее давить, а на расстоянии давить сложно, у вас появится шанс понять, чего желает ваша дочь. У вас появится шанс понять, что ей нужно сейчас, и, соответственно, постараться ей это дать. Это то, что вы можете сделать. И если вы увидите, ваша дочь там не уверена, что она сомневается в правильности своей позиции, что она там просто увлеклась, то давить здесь на нее так же не стоит. Вы постарайтесь ей дать понять, а так ли важно то, чего она хочет. Так ли это истинно, так ли это надежно, то, чего она хочет. Посмотрите, насколько она уверена в себе. И если уверена она в себе достаточно, и если вы ее любите, то, по сути, у вас нет другого выбора, кроме как принять ее позицию. Потому что, ну, объективно, и я надеюсь, вы это понимаете, вам, как родителям, хотя я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что, ну, невозможно наблюдать там, да, когда дочь делает такие вещи, но, тем не менее, если вы ее любите, вам нужно принять ее позицию. Вам нужно, вам нужно постараться принять ее выбор, каким бы он ни был. В противном случае у вас могут быть серьезные проблемы. Проблемы в чем? Проблемы, пожалуй, в том, что ваша дочь в вас самих будет видеть угрозу. Она будет вас видеть угрозу себе. И понятно, что хорошего из этого ничего не получится. Вы не переубедите ее, а только лишь испортите, например, с ней отношения. Вы из этого не хотите. Вам важно, чтобы дочь была счастлива. Вам важно, чтобы она делала то, что ей нравится. Вам важно, чтобы она жила так, как Антон Канав. Хочет так, как ей нужно. Вот, исходя из этого, и старайтесь выстраивать свою позицию. Именно исходя из этого, по-другому, к сожалению, не получится. Ваша дочь уже в 17 лет. Вашей дочери уже исполнилось столько лет, что она считается официально совершеннолетней. и она об этом знает, и она знает, что она вольно делает все, что хочет, и она будет это делать. И, ну, может быть, пусть она поедет туда, куда хочет. Пусть она попробует то, что хочет. И, кто знает, может быть, она убедится в том, что это не ее, не для нее, и вернется обратно. Но пока она не попробует, и если она не попробует. очень велик риск того, что останется синдром незавершенного действия. и если это синдром незавершенного действия будет, то дочь ваша вряд ли будет счастливее от того, что она, например, осталась там, где она осталась, то есть в своей стране. И вам нужно решить, вам нужно решить, с чего вы, собственно говоря, хотите. С чего вы хотите для своей дочери, чтобы она делала то, что нужно ей, или то, что нужно вам. Вот, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.